МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чаще всего потерпевшими в делах о мошенничествах становятся обычные люди, которые доверились аферистам и передали им свое имущество или денежные средства. Но в этом уголовном деле потерпевшим стало муниципальное образование, тогда еще городское поселение Ликино-Дулева. Обстоятельство дело следующее. Предприниматель Тарасов, он же генеральный директор ООО «Дрезнастрой» в 2016 году получил разрешение на строительство в городе Ликино-Дулева жилого дома. Согласно данному разрешению, он должен был построить трехэтажный трехсекционный жилой дом на 58 квартир. Но жажда наживы была велика. Чтобы привлечь дополнительные средства на строительство дома, предприниматель стал заключать договоры долевого участия. И в апреле 2017 года заключил договор с жителем Орехово-Зуева, согласно которому тот приобретал несколько квартир в строящемся доме. В ноябре того же 2017 года Тарасов заключает муниципальный контракт с администрацией. Администрация Ликино-Дулева в рамках государственной программы по переселению граждан из аварийного ветхого жилья приобретала для них квартиры в новом строящемся доме. Афера заключалась в том, что предприниматель продал администрации муниципалитета квартиры, которые уже были проданы. Тарасов в апреле 2017 года продал квартиры, среди них которых были квартиры 4 и квартиры 16. А в ноябре 2017 года предметом муниципальных контрактов стали эти же две квартиры 4 и 16. Обман удалось раскрыть не сразу. Сначала администрация оплатила половину стоимости каждой квартиры. Это где-то примерно около полутора миллионов рублей. Далее, когда дом был сдан в эксплуатацию, необходимо было зарегистрировать право собственности на данные квартиры. И в Росреестре администрация была отказана, потому что эти квартиры уже числились за другим физическим лицом. Сотрудники администрации обратились в полицию. Было возбуждено уголовное дело по мошенничеству. Тарасову обвинили в том, что он, как генеральный директор, то есть используя служебное положение, обманул администрацию, причинив ей ущерб на сумму полтора миллиона рублей. Действия Тарасова были квалифицированы по соте 159-й, часть 4-й Уголовного кодекса Российской Федерации. Тарасов упрямо не признавал свою вину ни в ходе предварительного следствия, ни судебного следствия. Судебное следствие длилось около года. Был рассмотрен большой объем доказательств. И в октябре 2021-го было вынесено судебное решение. Суд признал генерального директора фирмы виновным в обмане и похищении денежных средств. Тарасов, понимая неизбежность наказания, когда рассматривался уголовное дело в суде, возместил причиненный ущерб. Несостоявшиеся новоселы в этом новом построенном доме. Также один из них получил новую, другую квартиру, так как уже спорные квартиры они не могли получить. А другой, не состоявшийся новосел, получил денежную компенсацию в размере стоимости квартиры. Данное обстоятельство было учтено при назначении наказания. Суд назначил 5 лет лишения свободы условно и штраф 500 тысяч рублей. Городской прокуратурой такой приговор признан законом и обоснованным. В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова